Из 15 претендентов на пост главы городского округа Самары двое отсеялись сразу. У них не был собран полный пакет документов. Среди оставшихся были представители рабочих профессий, малого и среднего бизнеса, медицины, образования. В числе кандидатов и действующая глава города Елена Лапушкина. Конкурсный отбор проводился в форме собеседования. Претенденты рассказывали о своих планах по развитию города. Один из претендентов, Павел Чумак, председатель комитета по местному самоуправлению городской думы, предложил построить в регионе индустриальный парк, развивать туристический кластер, оказывать поддержку молодежным организациям и волонтерам. Еще один претендент, Александр Денисов, является председателем ТСЖ. Среди главных задач на посту мэра он видит организацию наполняемости бюджета и сокращение расходов, использование энергосберегающих технологий. Также он предложил построить в Самаре многоуровневые парковки со спортобъектами на крышах. Антон Покшиванов заявил, что новые микрорайоны должны планироваться уже со школами и детскими садами, пообещал привести в порядок исторический центр и обеспечить городской транспорт бесплатным Wi-Fi. Свои планы развития города озвучила и действующая глава Самары Елена Лапушкина. Когда принимал для себя решение участвовать в конкурсе на должность главы городского круга Самары, очень предметно, очень тщательно прорабатывала возможные предложения и концепцию для дальнейшего развития города. Безусловно, я провела большое количество встреч с жителями, практически в каждом районе встретилась с жителями, встречалась с общественными объединениями, с нашими общественными советами. Их предложения, их замечания тоже легли в основу моей дальнейшей концепции по развитию города. В приоритете стоит стратегия социально-экономического развития города, которую мы совсем недавно актуализировали, обновили, и в ней заложены основные задачи, стоящие перед городом для дальнейшего развития. Свою работу Елена Лапушкина планирует основывать на четырех целях стратегии развития Самары. Первое – развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения. Планируется продолжить строительство социальных объектов, детских садов и школ. В сфере культуры и молодежной политики – развитие просветительских проектов, направленных на сохранение традиционных культурно-нравственных ценностей. Среди них – развитие Института наставничества и поддержка волонтерства. Президент России Владимир Путин вынес вопросы молодежной политики в современных условиях на заседание Государственного совета. Формирование системы взглядов молодых людей в соответствии с культурными ценностями, принятыми в российском обществе, имеет стратегическое значение для будущего страны. Вернувшись с Госсовета, Елена Лапушкина дополнила свои предложения в части реализации молодежной политики. Вторая цель стратегии – обеспечение устойчивого развития экономики Самары и повышение ее конкурентноспособности. Планируется создание комфортных условий для малого и среднего бизнеса и развития предпринимательского потенциала молодежи. Еще одна стратегическая цель – пространственное развитие и повышение качества городской среды. В 2022 году был принят новый генеральный план города. Он предполагает внедрять механизмы комплексного развития территории – одна из основных линий расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Пространственное развитие города невозможно без модернизации системы инженерных коммуникаций. Одна из острых потребностей жителей, подчеркнула Елена Лапушкина – строительство и ремонт тротуаров. Планируется запустить специальную программу, направленную на решение этой задачи. И четвертая цель – поддержка местных сообществ и инициатив населения. Конкурсная комиссия в результате голосования отобрала две кандидатуры на пост главы Самары – Елену Лапушкину и Павла Чумака. И честно вам скажу, что мы послушали 13 человек. Многие из кандидатов, я к ним очень хорошо и нормально отношусь, ничего плохого сказать не хочу, но просто не совсем реально представляю, что это за работа. Развитие общественного транспорта у нас один из немногих городов-миллионников, который сохраняет все виды наземного и подземного транспорта. Это, конечно же, развитие спортивной инфраструктуры, муниципальный. У нас есть областные объекты на территории города Самары, но муниципалитет, наверное, мог бы еще и в этом плане поразвиваться. Это, безусловно, взаимодействие с жителями города Самары. Кто из двух одобранных кандидатов на пост мэра города одержит победу и возглавит Самару в ближайшие пять лет, станет известно после окончательного решения конкурсной комиссии 27 декабря. Виктория Шарая, Константин Головин, События.